Руслан Расс. Добрый день. Очень хотелось узнать, как вы относитесь к Ворошилу Александру из Киева. Ну, я его не знаю, поэтому никак я к нему не отношусь, так как я этого человека не знаю. К его методике то же самое. Я не знаю. И вот понимаете, опять-таки, к его методике. Я в своих книгах постарался так все написать, чтобы вы могли создать свою собственную систему оздоровления. Вот не мою, а вашу. Вот эта вот разница очень большая между мной и другими авторами. Так, Афонский Денинник. Интересное путешествие. Очень понравилось. Вы молодцы. Большое спасибо. Спасибо и вам. Говорю и делаю. О! Так это же гремячий ключ. Я тоже там купаюсь. Отличное место. Да? Да, гремячий ключ. Можно делать талую воду в пластиковой бутылке? Можно. Слушаю. Алло, Геннадий Петрович. Здравствуйте. Говорит Москва радиостанция. Мария. Мы делаем на сегодняшний вечер ежедневную дискуссионную программу. Мы хотели бы вам предложить в ней принять у нас участие. Прямой хир на Пятницкой улице с пяти до шести. Если у вас времени было, то вы можете к нам приехать. А я же в Каменске-Шахтинском, Ростовская область. Это тысячу километров от вас. А, извините, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, всего доброго. Всего доброго. Можно ли талую воду делать не в кастрюльке, а в пластиковой бутылке? Да, можно и в пластиковой бутылке, хотя некоторые говорят, что пластик что-то все-таки там выделяет и так далее. Но я думаю, пищевой пластик может выделять там поменьше. Но тем не менее, тем не менее, можно делать, если уж нету кастрюльки. И, возможно, пластиковую бутылку там заморозил, грубо говоря, пол-литровую или там 300 грамм. И с собой там носишь, так она легче передвигает. Ну, по крайней мере, если там и будет какой-то вред, он минимален. То есть больше будет все-таки в плане здоровья давать.